Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании, становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Криптовалютная биржа Binance приостановила снятие средств для ряда активов и ограничила аккаунты некоторых пользователей из-за аномального движения цен в определенных торговых парах. Нам известно об аномальном движении цен в некоторых торговых парах на Binance, включая активы вроде Sun, ARDR, Osmo, Fun и GLM. Эта активность не связана со взломом счетов или кражей API-ключей. Средства находятся в безопасности, говорится в заявлении платформы. По всей видимости, речь идет о событиях, произошедших 10 декабря. Например, котировки Cosmo на Binance в моменте выросли на 460%, а затем рухнули практически до прежних отметок. Схожая динамика наблюдалась и в других указанных активах. По словам главы криптовалютной биржи Чанпена Джао, в ходе расследования компании установила, что аномальные колебания цен связаны с поведением рынка. Он добавил, что Binance временно заблокировала возможность вывода средств для аккаунтов, которые получили прибыль в результате релевантных операций. «Мы знаем о концепции слишком сильного вмешательства со стороны платформы, слишком централизованных атак и т.д. Существует баланс в том, в какой мере мы должны вмешиваться. Иногда подобное необходимо на свободном рынке, и мы должны были это закончить», — добавил он. Напомним, в ноябре 2022 года Binance расширила объем Софу фонда до 1 млрд долларов. 7 декабря аудиторская фирма Мазерс опубликовала отчет о резервах Binance. В криптосообществе считают, что документ не передает полной картины происходящего. Хотя отчет о резервах Binance и был назван аудитом, на самом деле он является лишь согласованной процедурой acceptable use policy. В документе Мазерс говорится, «Мы не выражаем мнение или заверение, если бы мы выполнили дополнительные действия, мы бы о них сообщили». Таким образом, действия Мазерс представляют из себя не полноценный аудит, отвечающий профессиональным стандартам отрасли, а проверку по заранее согласованному набору критерий, еще один неясный момент. Решение объединить биткоин и его обернутые варианты. В отчете указано, что Мазерс не делает между ними различий и считает взаимозаменяемыми. На это обратил внимание гендиректор Кракен Джесси Пауэлл. Он также отметил, что Мазерс учла аналоговую стоимость активов и отрицательные балансы. Отчет о резервах Binance не помог восстановить доверие пользователей. В отчете Мазерс предоставлен только снэпшот балансов BTC, BTCB и BBTC. Это не означает, что биржа манипулирует резервами или пытается скрыть правду от пользователей, но и не дает полной картины. Гендиректор Binance Чан Пэн Джао написал в Твиттере, что биржа планирует провести полный независимый аудит всех своих резервов. Правда, он не уточнил, будет ли это полноценная проверка или еще одна AUP. Но даже полный отчет вряд ли сможет обратить вспять кризис доверия пользователей. Согласно исследованию CoinJournal, после краха FTX бирж было выведено более 200 тысяч биткоинов. Это на 80 тысяч больше, чем после банкротства Celsius в июне. Выбор аудитора также вызывает вопросы. Мазерс не входит в большую четверку аудиторских фирм, которым обычно доверяют проверку компаний такого масштаба сложности, как Binance. Большая четверка – четыре крупнейших в мире сети компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги. Они проводят аудит более 88% крупных компаний, подающих ускоренные заявки, или компаний с объемом акций, превышающим 700 миллионов долларов, зарегистрированных в SEC. Интересно, что доходы каждой компании из большой четверки относительно схожи. Мазерс до таких масштабов еще далеко. В прошлом году она заработала всего 2 миллиарда долларов. При этом компания может похвастаться тем, что проводила аудит крупных клиентов, в числе которых был AIG, British Steel и европейское подразделение Goldman Sachs. В любом случае, Мазерса значительно крупнее и опытнее, чем Armanino или Prager Mattis, которые проверяли резервы FTX. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также обязательно пишите свой комментарий под видео.